Вот мне кажется, есть у Олега с чем не согласиться, в чем не согласиться с властью. Вот в сентябре вы давали интервью, изданию ЛЕНТРУ, и там сказали, высказались по поводу Минобороны. Ну, вы, во-первых, ходите в общественный совет при Минобороны. Вы сами назвали все это сердюковщиной, сказали, что все это противно и ужасно, и неправильно, и что, в общем, справедливость не восстановится, пока не будут посажены за решетку вот участники этого дела. Сейчас, вопроса еще нет. И вот это было в сентябре, а тут дело повернулось по-новому, и вы разочарованы тем, что, например, Анатолий Сердюков, главный фигурант дела оборонсервиса, не то чтобы не понес никакое наказание, он еще и на работу устроился, и куда в госкорпорацию Ростехнологии, насколько я понимаю. Я не могу конкретно говорить, что это именно Сердюков. Нет, вот вы сказали конкретно. Сейчас я скажу. Суд должен разобраться. Но когда все время нам говорят, что там миллиарды какие-то стырены, и, ну, неважно, да, миллиарды какие-то мимо прошли, и никто за это не отвечает. Вот это я возмущен, реально. Что касается моего присутствия как, ну, общественного совета Министерства обороны, вот при Сердюкове я был, да, я вот реально перестал ходить. Ну, потому что я предлагал конкретные вещи. Более того, я ездил, вот когда был конфликт, вот этот, между Грузией, там, Осетией и так далее. Я сам проинициировал, мы полетели туда, значит, с моей командой, с группой эскадроны, и фактически вот на грузовике там дали концерт, не в городе, как меня просили, а на блокпостах наших вот, вот ребятам, которые реально вот еще порохом пахли. И вот я вот в их глаза смотрел, как вот из пацанов, они, видно было, за месяц они стали бойцами, мужчинами, понимаете. Это дорогого стоит. Я это проинициировал. Я говорил, давайте мы дальше полетим. Давайте, говорю, сделаем на каком-нибудь крейсере, там, в Средиземном море, я готов вылететь, бесплатно просто сделать. То есть Средиземное море готово вылететь? Нет, минуточку. Не надо передергивать. Я готов вылететь туда, где наши корабли несут боевую вахту. То есть, чтобы поднять боевую вахту, да? Да, да. Понимаете, что не важно, Средиземное море, не Средиземное, так говорите. Я же понимаю. Но вы можете все-таки закончить свой вопрос? Я закончу то, что я говорю. И вот это было, вот всем инициативе ничего не передали значения. А вот сейчас мне интересно было, Шойгу совершенно по-другому проводит. Значит, раньше было так, значит, все жаловались, там, ругали, там, все это, Министерство обороны, что все плохо, плохо, плохо. И вот все это перемалывалось и ничего не делалось. А сейчас он резко останавливает и говорит предложение. Вот это вся говорильня уже закончилось. Вот сейчас конкретно есть предложение. Конкретно вот из пустого порожья никто не переливает. Сейчас очень интересно. Мне интересно, что будет через несколько месяцев, когда все это начнет реализовываться. Вот я хочу посмотреть. А вы что-то конкретно предлагали? Что все? Там много очень вопросов. И я вот конкретно предлагал. Я сейчас не буду просто говорить, но есть интересные моменты, да. Ну, и вот если это сдвинется, я просто, для меня это вот такое будет правило. А священники в армии и вот эти храмы мобильно-десантные, это хорошо? Вы за это выступаете? Ну, для людей, которые веруют, конечно, хорошо. Если люди, одежда должны окормляться, они должны быть священники, должны им помогать. Почему нет? Это было во всех армиях и есть. Почему нет? Конечно, за. Я все-таки возвращаюсь, Паш, извини, пожалуйста, я бы хотела, чтобы... Просто очень интересно, вы высказали довольно категорично, высказали скатегорично. А сейчас как-то говорите, что вы вроде возмущены, но так вот А и Б, из А следует Б. Вы сказали, что вы возмущены тем, что никто не сидит из тех, кто как бы украл. Сердюков был главным фигурантом, и вот он устраивается на работу. У него все хорошо. Вы возмущены вот этим фактом? Я возмущен, что нам всем говорят, что там миллиарды украдены, а никто не посажен. Я этим возмущен, конкретно возмущен. Хорошо. Выглядя в камеру, я этим возмущен. Я возмущен.